Дайджест недвижимости Всего их 24 человека – чиновники мэрии областного правительства, представитель Федерального агентства водных ресурсов и руководители нескольких компаний, в частности Кировского мебельнообрабатывающего комбината и компании «Железно». Председателем стал глава администрации Илья Шульгин. Обсуждать вопросы комплексного развития вересняков планируется не реже двух раз в месяц, уточняется в распоряжении. Ну а пока администрация Ленинского района Кирова ищет желающих отремонтировать в вересняках наплавные тротуары. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок, сообщает Дом 43. Работы необходимо выполнить на улицах Ключевая, Рейдовая и Приозерная до 16 апреля. Весной территорию вересняков традиционно подтапливает. Стоимость работ составит порядка 300 тысяч рублей. Аукцион состоится 5 марта. Дайджест недвижимости Торговый центр «Баска» станет разноцветным. Здание Новоровского в районе перекрестка с Попова преобразится как внешне, так и внутри. Работы планируют начать в ближайшее время. Об этом комсомольской правде в Кирове сообщил автор проекта реконструкции архитектор Константин Павлов. По его словам, концепция цветового решения отражает название торгового объекта. Повятский «Баска» означает «красиво, ярко, броско». Проект реконструкции здания, возведенного в 1988 году, одобрен градостроительным советом Кирова. Ремонт фасада займет около трех месяцев. После этого начнется реконструкция внутренних помещений. Дайджест недвижимости Кировским болельщикам расскажут о приемлемой стоимости гостиниц в городах, принимающих чемпионат мира по футболу. Консультировать по вопросам ценообразования будут специалисты областного управления Роспотребнадзора. Ведомство запустило горячую линию, которая будет работать до окончания турнира. Дайджест недвижимости